Всем привет! Сегодняшний короткий выпуск я хочу посвятить захоронениям шаманов. Практически у всех язычников, у ханты, у манси, у эвенов, у якутов, очень распространены так называемые воздушные погребения. Почему шаманов хоронили в таких местах, в гробах, подвешивая на деревья или на потоки и помосты? Да потому что у них была вечная мерзлота, и землю копать очень трудно. А шаман это необычный человек, его могилу надо почитать. Вот в таких вот гробах тело шамана должно было храниться сто лет. За могилой надо было ухаживать. И только после этого останки шамана предавали земле. Видите, какие шаманские погребения? Обратите внимание, они разные, да? Потом я прочла комментарий одного из своих комментаторов. Смотрите. У дятловцев есть фото, на котором изображена деревянная конструкция между деревьев. Это не что иное, как обычный гроб шамана. Если они там были, то это очень плохо. Женщинам даже подходить нельзя, не то что смотреть. Вот. Видите, просто легко. Так вот, я решила посмотреть эти фотографии дятловцев. Я раньше никогда не обращала внимания вот на эти детали, да? А теперь я поняла, что все-таки осквернение могилы шаманов – это серьезное преступление. Вот, смотрите. Вот это что у нас? Гроб шамана. Опять гроб шамана. Вот какие-то зарубки манси, да? Знаки манси. Ну, они, конечно, это все сделали по незнанию. Потом, смотрите, пленка 6. Пленка 6. Опа. Опа, что это? Как вы думаете, вот это что? Что это за... Я изначально подумала, что здесь охотники манси шкуры со зверя сдирали. Но, как вижу теперь, что это все-таки что-то связанное с погребальным обрядом. Поэтому здесь все очень и очень странно. Ну, ладно. Пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. До новых встреч! Опа. Продолжение следует...